Сильный снегопад надвигается на Нижегородскую область. Об этом сообщила главный метеоролог региона на специальной пресс-конференции. Ольга Макеева предупредила, что ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. При этом столбики термометров будут колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. При юго-западном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим синоптики распространили экстренное предупреждение. Гололедные явления в виде изморозивых отложений, гололедов, налипаний мокрого снега на проводах и металлоконструкциях, ухудшение видимости в явлениях и осадках до 500 метров и менее. То есть в первую очередь это для водителей и пешеходов не простая ситуация, потому что кроме снежных заносов будут и наледи, и гололедица, гололедные явления. А это значит, что на открытых участках возникнут метели. Всем, кто будет выезжать за город, нужно быть внимательными на дорогах. В связи с ухудшением погоды в Кстовском районе на 257-м километре федеральной трассы М7 в районе Витчика спасатели развернули мобильный городок жизнеобеспечения. Здесь население может остановиться, подзарядить свои сотовые телефоны, выпить горячего чая, обогреться и остаться на ночлег. Так как в мобильный пункт обогрева входит 40 спальных мест. Региональный гидрометцентр сообщает, что такие суровые погодные условия продлятся до понедельника. Но и потом расслабляться не стоит. Передышку от непогоды обещают только в начале новой недели. Осадки начнутся, поскольку температуры близкие к нулю. Не исключается даже ледяной дождь. Пока в предупреждениях мы его не давали, но условия для этого явления есть. Метеорологи привели пример 2010 года, когда ледяной дождь превратил столицу Приволжье и другие муниципалитеты во дворец Снежной Королевы. Ледом было покрыто практически все – дороги, парапеты, машины, двери и окна. Будем надеяться, что в этот раз стихия окажется более благосклонной.